будьте святы часто можно услышать от людей верующих в кавычках что мы грешны архи грешны что человек не может жить без греха времена святых давно прошли все грешат не может же бог всех в ад отправить на вечные мучения бог всех простит главное делать добрые дела на это можно привести слова апостола петра второе послание 2 глава с 4 по что стих и если бог ангелов согрешивших не пощадил но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания если не пощадил первого мира но в восьми душах сохранил семейство ноя проповедника правды когда навел потоп на мир нечестивых если города содомский и гоморский осудив на истребление превратил в пепел показав пример будущим нечестивцам и далее 9 стих то конечно знает господь как избавлять благочестивых от искушения а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания с этих строк из святой библии видно что масса не решает решает все праведный видящие сердца бог судья христос говорит евангелие от луки 12 32 не бойся малое стадо ибо отец ваш благоволит дать вам царство и в другом месте матфея 7 13 входите тесными вратами потому что широки врата и пространен путь ведущие в погибель и многие идут ими отсюда видно что от массы стоит держаться подальше но бог нас призывает быть святыми левитом 1 45 и так будьте святы потому что я свят говорит господь 1 фессалоникийцам 47 ибо призвал нас бог не к нечистоте но к святости также апостол павел пишет в других местах 1 коринфянам 11 1 будьте подражателями мне как я христу еще филиппийцам 3 17 подражайте братья мне и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас и что говорит сей муж которому мы должны подражать и подобным ему он пишет римлянам 6 со 2 по 4 стих мы умерли для греха как же нам жить в нем неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса в смерть его крестились и так мы погреблись с ним крещением смерть дабы как христос воскрес из мертвых славой отца так и нам ходить в обновленной жизни святой иоанн златоуст спрашивает что значит умерли для греха и отвечает то что уверовав и просветившись то есть крестившись стали мы мертвы для греха ни в чем более не слушаться греха хотя крещение совершила уже сие однажды навсегда то есть умертвило нас греху впрочем мы обязаны непрестанно употреблять все свои усилия чтобы оставаться в том же состоянии и чтобы не приказывал нам грех не только не повиноваться ему но даже не трогаться с места подобно мертвецу феофан затворник пишет умерли мы все христиане смерть разумеется не физическая а нравственная состоящая в отвержении всякого греха и возненавидение его ибо как приступают к господу каясь и крестясь как указал апостол петр в день пятидесятницы вопрошавшим что нам делать спрашивали петра а он отвечал покайтесь и докрестится каждый из вас деяния 2 глава 37 38 феофан продолжает а каяться что значит говорит сердце своем согрешил и не буду больше это не буду и есть смерть греху крещение же что придает закрепляет благодатью сей решения воли и дает силу устоять всем решение крещеный в чувстве силы о господи со смертельной ненавистью относится ко всякому виду греха вся филакт болгарский заключает по стиху отсюда узнаем что через крещение всякий действительно умирает для греха но по нерадению своему сам воскрешает себя это час оживает для него напротив старательный всегда сохраняет себе эту мертвость и чтобы не внушал ему грех не повинуется ему как мертвый конец толкования отсюда видно если мы грешим здесь имеется ввиду произвольный грех и пребывание в нем то мы еще не умерли для греха не воскресли духовно со христом ибо апостол иоанн говорит в послании всякий рожденный от бога не грешит потому что семя его с большой буквы пребывает в нем и он не может грешить потому что рожден от бога 1 иоанна 3 9 семенем и он златоуст называет духа святого который дается при крещении и который пребывает в нас делает ум наш не допускающим греха если кто не родится от бога тот не получает духа святого апостол павел говорит римлянам 89 если же кто духа христова не имеет тот и не его многие православные не только ходят в храму уже по 5 а то и по 20 лет исповедуются причащаются пребывая во грехах вывод 1 духа христова не имеют что же делать вопрос непростой но если коротко начни все сначала первое покайся во грехах по-настоящему покаяние это оставление грехов противные богу таких как блуд матершина ложь шутки курение невоздержание злоба компьютерные игры просмотры разных мирских видео фильмов и не считай малый грех чем-то неважным ибо возмездия за грех смерть римлянам 6 23 2 прими христа как своего личного спасителя который омыл все твои грехи на кресте своей причистой кровью третье начни читать ежедневно библию с толкованием святых отцов ибо слово божие живо и действенно евреям 4 12 она имеет силу в борьбе со страстями четвертое начни открыто говорить о христе не бойся перекреститься прилюдно ибо христос сказал кто исповедует меня перед людьми того исповедую и я пред отце моим небесным матфея 10 32 и конечно же в молитве обращаться ко христу о духовном возрождении да поможет нам в этом отец сын и святой дух аминь более подробно скину материала о духовном рождении в описании аминь